Нельзя бороться с пьяными за рулем, при этом при всем делать все возможное, чтобы страна спивалась. Нужно было с другого начинать, да, вот просто с другого начинать. Наша страна, она спивается, все об этом знают. Кто этого не знает, тот живет не в нашей стране. Делается все возможное, чтобы мы потихоньку спивались. Вот просто все возможное делается. И это зависит и от нас, в том числе, и от каждого. Но, что касается Государственной Думы и то, что начинало происходить на дорогах, и до сих пор происходят пьяные за рулем, это, конечно, огромный вред. Я бы на сегодняшний день, не знаю, наверное, все-таки оставлял бы какие-то промиллы, которые разрешены по европейскому плану. Но за нарушение, так же, как и в Европе, это должно быть такое наказание, чтобы человек, просто понимая это, никогда в жизни даже не пытался, вот даже не пытался садиться за руль нетрезвым. Но, по-моему, для россиян, знаете, это какой-то драйв. Для многих. Вот не выпил, не сел. Эх, как я сейчас... У нас же легкачество. Я как-то раз говорил, что у многих пьяниц за рулем генетически вложен ген быдловатости. Вот у него генетически есть ген быдловатости. Вот это же надо быть абсолютным быдлом, чтобы не заботиться об окружающих. Ребенок, который у тебя сидит за спиной. Люди, которые пешеходы. Ну, надо просто один раз самому себе сказать. Нельзя. Садясь за руль, я становлюсь убийцей. Так вот и срок должен быть, как у убийцы. Все. По-другому не работает это. Не работает. И надо другие делать вещи тоже. Сбежал с места с преступления. Это должно быть все. Хватит расследований. Дело сворачивается. Сбежал, это уже виновен. Вот она статья. И не важно, с крестом ты убегал со своего белого мэрса. Или без креста ты убегал. Не важно, кто ты. Батюшка ты или сын депутата. Не важно. Покинул место ДТП, убежал, виновен. Хватит. Даже не надо тратить деньги на следователей до расследования. Все. Не надо. Человек должен знать, что закон есть закон. И нужно его исполнять.